доброго утра всем дорогие мои сегодня 10 апреля карантин продолжается прогулка по двору вот виноградник мой показываю я вам еще раз вы должны видеть каждым днем как меняется здесь все вам будет интересно и отличаетесь немного слышите стуки молотков это значит на том доме идет полностью отделка внутри квартир эти стучат молотки работ ламинату стилает и думаю прогуляете отвечу на вопросы которые вас мучают и вы мне все время звонить иногда вот что мой телефон знает этот по ватсапу по мессенджеру вот что такое вот сахебинденком я вот нашла сахебинденком квартиру я вот нашла сахебинденком квартиру как и считает как вы думаете сахебинден это вообще прямом перевод означает от прямого как говорится продавца то есть почти собственник короче но это не значит что эта квартира продается именно собственником сахебинденка могут ставить и риэлторы не могут а большинство ставят и риэлторы риэлторы квартиры риэлторы вот поэтому это не значит что вы прямую продавца покупаете это раз во вторых вы спрашиваете вот я дешево нашел квартиру вот сахебинденка как вы думаете не все дешево что это хорошо значит я сразу хочу сказать что я человек старый закалки и вам говорю сразу что квартира дом оружие вот машина такие вещи такие вещи вот основные до имеет свою историю и жилье то же самое понимаете если тем более она был квартира даже в новой квартире смотря кто продает почему продает почему так дешево продает вот это тоже должно вас сам заинтересовать вот не все дешево сразу что хорошо если человек здесь не живет сам никогда не жил вышел на этот сахебинденком и нашел там как говорится квартиру дешево красиво там фотографии все все ура ура можно все что угодно сделать сейчас по интернету сфотографировать да вы вокруг знаете кто там живет вы знаете кто ваши соседи вы ничего не знаете вот это считаете как кота мешке брат понимаете как кота мешке брат вот я уже и прошлом канале всем говорили предупреждал и моим советом многие пользовались что не купить и не покупайте квартиру покупайте соседа вот от местности зависит а соседи зависит может тот человек который продает вообще хочет оттуда бежать на сломя голову потому что не нужно к ему под этом жить невозможно вот поэтому не надо вот на эти дела вот так вот давай дешево это такой красочно нами на это клевать понимаете поэтому да сахебинден сахебинден не только там это там и машине есть и холодильники есть и телевизор и всякой мелочи это считается как из рук руки у нас понимаете это как как сайт из рук в руки вот вот муж мула поспевает поэтому это не значит что да там можно вот эти вещи до машины и машины тоже надо смотреть аварий было или не было мотоциклы холодильники телевизоры вот эти собственники вот потому что для того чтобы машину продать риэлтор не нужен вот чтобы холодильник продавать тоже не нужен риэлтор это собственники вот там можно да и дешево купить можно и одежду можно даже да все что угодно но я вам скажу квартиры это вопрос отдельный вопрос отдельный поэтому сахебинден туда основном 90 процентов это риэлторы понимаете риэлторы в основном не собственника риэлторы вот а почему туда ставят потому что люди что ищут сахебинден это значит прямой продавец вот прямой продавец вот иногда даже вот идешь вот так и на балконе висит баннер и там написано от сахебиндена то есть от собственника звонишь туда попадаешь риэлтору понимаете а для чего это пишет что привлекать понимаете что привлекать вам внимание человек думает о если от прямого продавца значит дешево но ведь человек туда звонит это замануха понимаете бывают и хорошие варианты но это очень редко вот это очень редко если дешево слишком ставлено и вот и дешево дешевая квартира вот там могут быть и из киана не быть там могут быть и соседи нет самое много вопросов это квартиры это это себе это же вы понимаете вы покупаете квартиру это пока поэтому говорят когда покупаешь жилье оружие машину когда женишься это надо тысячи раз это подумать хорошо тысячи раз подумать хорошо все эти вещи могут оказаться вам врагом купленные вами же вещи и машина ваша может быть стать вам врагом потому что по дороге оставит оружие то же самое то же самое и дом то же самое жена по интернету вас себя так опишет что она извините чудо чудесница хозяюшка такая такая а на самом деле оказывается извините вам пойдете придется вам подели вешаться или развода будете лет десять бегать с ней ждать вот липните на всю оставшуюся жизнь поэтому не все вот то что интернета написано не надо этому верить вот это вот лично мое мнение вот вы меня спрашиваете постоянно как это я вот сахабинден нашел как вы думаете я вот сахабинден нашел там так я откуда знаю ребята я вам сразу говорю я сделал вывод за 6 лет проживания здесь что все здесь надо прощупать сначала руками своими руками своим пощупать посмотреть вокруг ходить вокруг соседей что это квартира какая история в этой квартире какие соседи там живут а может живет там блин извините рядом с вами ангеле это инвалид душевно больные они тоже живут в таких квартирах со своими родителями вам такую жизнь там устроить что вам мама не горюй будет и ничего не сможете сделать вот ничего вы не сможете сделать так что я всегда своим друзьям говорю ребята сначала приезжает посмотрите хорошенько местного найдите какого-нибудь такого вот чтобы он вам полную информацию дал чтобы разведку сделал вокруг дома кто там же учетом живет если хороших хорошие соседи если вокруг все хорошо переплатить еще 1000 сверху но это это возьмите эту квартиру вот переплатите а если извините там дрянь не надо даже два раза если дешевле будет не надо два раза если дешевле будет не надо я по себе знаю это дело вы понимаете я я то что пережил сюда я не хочу чтобы другие пережили понимаете вот я уже рассказывал вам что здесь не всему надо верить не всему на 2 до кого хорошая погода отличный климат дешевые овощи фрукты да все это есть добрые люди да но есть и подполь по по подпочвенный как камни это тоже надо учитывать это тоже надо учитывать вчера в меня подписчица самодавно еще прошел канала оказывание как и старики хитрые бывают образованный как грамотный пенсия горну бывает это везде есть и не только здесь это везде по всем миру это не значит что если старик значит он нехитрый или какой-то это самое коварный все в этой жизни надо это чтобы вам бы не было горестно понимаете потом уже что по коленкам не били себя что волосы на себя не не рвали и пеплом на голову не сыпали себя от от горя поменьше сделайте себе приключений что потом вам не проходилось нервы тратить инсульт схватывать поэтому вот по сахабиндене у меня к вам вот такая это что не всему этому надо верить еще раз не всему этому надо верить если вы нашли сахабиндене красивая картинка и такая квартира вот она стоит почти на 30 на 40 процентов дешевле это не значит это не значит что это хорошая вот такие вот дела дорогие мои а там чтобы вам продавать эту квартиру вам такой наплетут на уши что вы были елки-палки в облаках будете видать вы думать вы подумаете что вы наверно были бриллиант приобрели вот а им ничего им лишь бы продать вам понимаете вам продать вот у вас знак не хотят никто не будет даже вам телефон по нему поднимать вот здесь только своих не дурят потому что и с этими людьми завтра надо встречаться завтра этих людей надо видеть вот где-нибудь там на поминьках на свадьбе на улице да они знают что это это уже будет позор а если чужой чему потерять с вами детей и ему не 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 крестить как говорят поэтому будьте осторожны вот будьте осторожны если вас зовут по телефону и приезжай да я тебе все сделает не надо этому тоже верить очень много я видел тут которые прилетали потом ходили извините как моисей 40 лет египту водил своих это вот так же чтобы горками слезами там потом не обошлось но сегодня солнечно вот 10 число хорошо тепло всех вам благ берегите себя дорогие мои со священной пятницей вас джима хаббл олтон пока пока